Вести Карачаева, Черкесия В рамках визита в республику вице-премьер России, куратор СКФО Александр Новак провел совещание по вопросам, социально-экономического развития Карачаева-Черкесии по итогам первого полугодия. Участники мероприятия обсудили ход реализации задач, которые находятся на контроле правительства Российской Федерации. Александр Новак отметил положительную динамику реализации в Карачаево-Черкесии основных инвестиционных проектов, которые включены в модель экономического развития республики, и назвал темпы социальной догозификации в регионе одними из лучших в стране. Он также подчеркнул, что в регионе имеются все необходимые ресурсы и условия для полноценного развития субъекта. В том числе республика принимает активные меры по снижению зависимости от импортных составляющих работы иностранных компаний. Это позволит развивать сельское хозяйство, промышленность и туризм. Грандиозное торжественное мероприятие на стадионе «Нарт» стартовало с гимнов Российской Федерации Карачаево-Черкесии в исполнении детского хора. После на сцену поднялись почетные гости торжества. С поздравлениями от имени главы государства Владимира Путина и от себя лично к жителям Карачаева-Черкесии в рамках торжества на стадионе «Нарт» обратился полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко. Время, прошедшее с 12 января 1922 года, в момент утверждения республики, как единой и неотъемлемой части России, было посвящено всестороннему развитию территории. Дружными усилиями многонационального народа республики достигнуты серьезные позитивные результаты в экономике, туризме, общественной, культурной, спортивной и других сферах. Сегодня Карачаева-Черкесия, реализуя свой богатый географический, природный и кадровый потенциал, продолжает активно наращивать привлекательность как для инвесторов, так и для отдыхающих из разных уголков страны и из-за рубежа. Воплощаются большие проекты, создаются новые рабочие места, совершенствуется городская среда и инфраструктура. Все это ради одной цели – повышения качества жизни каждого человека. В этот праздничный день желаю всем, кому дорога Карачаево-Черкесская республика, мира, добра, согласия, новых успехов в совместном пруде во благо нашей великой Родины. С праздником, дорогие друзья! Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак зачитал поздравительный адрес от председателя правительства России Михаила Мишустина. Премьер-министр России в своем обращении отметил, что Карачаево-Черкесия – один из красивейших регионов Северного Кавказа, который славится своей неповторимой природной, знаменитыми биосферными заповедниками, величественными горами, чистейшими реками и озерами, целебными минеральными источниками. Далее вице-премьер России Александр Новак от себя лично обратился к жителям региона с добрыми пожеланиями процветания, благосостояния, здоровья, мира и добра. Я искренне рад сегодня находиться здесь, сегодня, в этот юбилейный день, праздничный день. Действительно, Карачаево-Черкесия – это особый край, который со своей природой, со своими великолепными реками, действительно, озерами, со своими традициями, обычаями, со своей историей. Но самое главное, что в Карачаево-Черкесии живут удивительные люди. Это трудолюбивые люди, мужественные, добрые. И все, что происходит сегодня здесь, развитие республики – это благодаря тем людям, которые здесь живут. Я хочу от всей души пожелать всем жителям Карачаево-Черкесии процветания, благосостояния, здоровья, мира и добра. С праздником вас! Глава Карачаево-Черкесии поблагодарил всех гостей праздника, прибывших из Федерального центра Государственной думы и Совета Федерации России, регионов страны, духовных лидеров, всех, кому небезразлично Карачаево-Черкесская республика, и, конечно же, земляков, которым пожелал счастья, благополучия и процветания. Мне очень приятно видеть вас в этот значимый для нас день. Я рад вас приветствовать на земле нашей любимой Карачаево-Черкесии, которая в этом году отмечает свой 100-летний юбилей. И то, что сегодня праздник Трибратской республики – Республика Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесская республика, согласно указу президента, отмечает в этом году 100-летний вековой юбилей. Я хочу выразить слова благодарности президенту за укрепление нашей многонациональной страны Российской Федерации и всех субъектов России. Также, конечно, хочу поблагодарить за патриотизм, усердный, созидательный труд, за вклад в будущее наших народов и нашей республики. Мы непримерно продолжим делать все для развития нашей родной Карачаево-Черкесии и Российской Федерации. Дорогие жители Карачаево-Черкесии, дорогие земляки, с праздником мира, процветания и благополучия всем нам и новых успехов! Спасибо! Популярные российские исполнители Зара, Стас Михайлов, а также любимые творческие коллективы и солисты Республики, Государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесии, Эльбрус, Ислам Этляшев, Ринат Джонебеков и другие артисты исполнили свои лучшие хиты. Хедлайнером галоконцерта стал Василий Вакуленко, он же знаменитый российский исполнитель Баста. Он исполнил несколько полюбившихся в народе песен, пообщался с фанатами и поздравил регион с вековым юбилеем. Меня зовут Василий Вакуленко, я из Ростова-на-Дону. Хочу поздравить от всех ростовчан ваш замечательный край, вашу республику со столетием, пожелать процветания, всего самого наилучшего. Последний раз я был у вас в гостях, дай бог памяти, в 98-м году, и здесь меня встречали еще молодого артиста, как родного. Спасибо вам, эти теплые встречи навсегда остались в моей памяти. Надеюсь, сегодня все пройдет у нас так же, так что дайте шуму! В республиканской столице открылся центр для выявления и развития одаренных и талантливых детей «Спутник», где будут развивать таланты дети из всех городов и районов республики. Он создан по модели федерального «Сириуса», его задача – раннее выявление и профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших неординарные способности в науке, искусстве или спорте. К слову, Александр Новак и Рашид Темрезов, побывавшие на открытии нового центра, дали ему высокую оценку. Вслед за точками роста и кванториумами в республике появилась большая образовательная площадка для обучения талантливых ребятишек. Это инициатива, которая была реализована при безусловной инициативе руководства Карачаево-Черкесии. Это инициатива, которая поддержана была «Сириусом», поддержана была президентом Российской Федерации. И я уверен, что этот центр станет таким большим домом для тех детей, которые сегодня присутствуют здесь, кто будет заниматься в этом центре. Наш президент, он всегда говорит о том, что дети должны, независимо от того, где они проживают, учиться в равных условиях. И сегодня мы очень много строим школ и открываем учебные учреждения в сельской местности. Поэтому я считаю, что вот в этом центре развития одаренных детей будут учиться дети со всей нашей республики. И уверен, что для вас, ребята, это будет просто, наверное, одни из самых таких лучших времен. На 10 маленьких жителей больше стало в Карачаево-Черкесии в день ее столетнего юбилея. Вчера в Республиканском перинатальном центре поздравляли мамочек новорожденных, которым посчастливилось появиться на свет в такую знаменательную дату. Комментирует информацию заместитель министра здравоохранения республики Тамара Кипкеева. Это наши будущие врачи, юристы, педагоги. Это люди, которые прославят нашу республику буквально через некоторое время. И мы хотим сегодня в этот замечательный день поздравить их мамочек с рождением детей, с рождением граждан Карачаева-Черкесской республики от имени главы Карачаева-Черкесской республики Рашид Борисовича Тимрезова. Региональные власти разработали проект по комплексному освоению территорий, прилегающих к Кисловодску в границе Кавказских минеральных вод для включения в модель экономического развития республики. Он предполагает строительство на площади более 300 гектаров, жилой и коммерческой недвижимости, общей площадью 400 тысяч квадратных метров, строительство тепличных комплексов, поворащивание овощей, ягод на 40 гектаров. В Карачаево-Черкесии продолжаются съемки короткометражных фильмов на национальных языках республики. Уже завершились съемки четырех легенд – черкесской, ногайской, карачаевской и русской. На очереди съемки абазинской короткометражки. В съемках принимают участие жители республики в возрасте от 18 лет и старше. Все роли исполняются исключительно на национальных языках. Готовые фильмы будут переданы во все школы республики в качестве дополнительных материалов на уроках родного языка, а также показаны в районных домах культуры. Напомню, в проект «Легенда и сказания Карачаево-Черкесии» реализуется автономной некоммерческой организацией «Институт социально-креативного развития актива» благодаря грантовой поддержке Фонда президентских грантов. Три учителя из Карачаево-Черкесии поедут на Всероссийский форум классных руководителей. Педагоги со всей стороны соберутся на второй Всероссийский форум классных руководителей, который состоится в октябре текущего года в Москве. Одним из финалистов стала лауреат конкурса «Учители года России» 2018 года, учитель математики средней общеобразовательной школы номер один Станицы Зеленчукской Юлия Копалкина. В финал также вышли учитель математики лицея номер 7 Усть-Джгуты Лариса Ибзеева и учитель ИЗОИ Черчения первой школы Станицы Кардонихской Светлана Белогодова. Музеи Карачаево-Черкесии, Северной Сети, Дагестана и Чечни станут участниками 16-го фестиваля современного искусства Аланника. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина. По результатам практического семинара были определены 12 потенциальных музеев-участников проекта. Именно по ним совершили исследовательскую поездку кураторы, определив 8 музеев-финалистов фестиваля Аланника. Карачаево-Черкесия представила музей-памятник защитников перевала в Северную Кавказу. Школьники Карачаево-Черкесии принимают участие в финале президентских спортивных состязаний. Это фестиваль спорта и здоровья, который уже стал традиционным. Из года в год в фестивале принимают участие все больше регионов страны. В течение трех недель школьные команды со всей России будут соревноваться в конкурсных программах спортивной, интеллектуальной и творческой направленности. Карачаево-Черкесию представляют 14 человек. Это победители республиканского этапа среди городских команд от гимназии номер 19 Черкеска и 7 человек среди сельских от средней общеобразовательной школы Аула Инжичукун Абазинского района. Финал состязаний будет проходить с 7 по 27 сентября во Всероссийском детском центре Орленок Краснодарского края. В республике стартовала прививочная кампания против гриппа к предстоящему эпидемическому сезону. Регион уже получил первые транши вакцин для взрослых с авигриппи и для детей ультрик-сквадри. Всего в этом эпидсезоне предстоит привить около 60% населения республики для создания коллективного иммунитета, препятствующего активной передаче и распространению гриппозной инфекции. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается небольшая облачность. Ветер с северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19-24. В горах местами плюс 12-17. В южных районах чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В Черкесске без осадков. Ветер с северной четверти 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 24 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия.